Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Микус ТВ, ребята, и сегодня мы снимаем очередную рпшечку, ребят. Но вы все задаёте мне вопрос в комментариях, какая это карта, сразу говорю, это карта колхоз имени Мичурина. Так что, чтобы меня не спрашивали по 150 раз, потому что самый, ну, этот самый, больше спрашивает этот вопрос, колхоз имени Мичурина. Ну, сегодня, ребятки, нам надо поменять масло в МТЗ, и в Нивке поменять масло, я вот даже открыл капотик. Сейчас мы будем менять это масло, сливать старое, ну, и с МТЗ поменяем, потому что уже немного поработали, надо поменять, потому что скоро сезон посевной уже будет, скоро, через недельку уже будем сеять подсолнух, так что, ребята, надо готовиться. И сейчас поменяем новое масло. Всё, ребятишки, поменяли мы масло, вот я уже залез в Ниву, сейчас мы закроем капотик, закроем дверки, и включим двигатель, пусть она поработает. Сейчас, ребятишки, погазуем. Ну, в принципе, нормально работает. Вот так мы, ребятки, уже проверили, всё масло хорошо. Сейчас мы глушим, и надо попробовать завести МТЗК, проверить, что и как он, потому что тоже ж масло поменяли. Сейчас мы попробуем его завести, ребятишки. Пробуем его завести, пусть он немножечко, конечно, поработает. А я иду пока бутылочку возьму холодненькой воды, с морозильничка. В общем, ребята, позвонил мне сосед-охотник, и сказал, что он застрял, был на охоте на утке возле речки, и его вазик, буханка, скатилась в речку. И говорит, сейчас не может выехать, говорит, надо в помощь, ребятишки. Вот, я только поменял масло, я ему сказал, хорошо, что я успел масло поменять, но сейчас будем, ребятки, уже ехать ему на помощь. Надо сцепочку, ребята, сцепить сзади, и будем пробовать потом его вытаскивать. Сейчас мы выйдем, вон сцепочка возле забора лежит. Сегодня мы поможем вытащить этот буханку, это уазик. Ну, в народе говорят, ребятишки, буханка, может, кто не знает. Вот так вот, сейчас берем эту сцепочку, будем прицеплять к трактору. Вот так где-то ставим. Всё, цепили мы к трактору, и будем отправляться, ребятишки, там, к той речке. Конечно, сосед, мой кореш сосед, ну, он в соседнем селе живёт. Конечно, неудачно поехал на охоту, наверное, там уазик хорошо застрял. У него уазик, конечно, очень хороший, ребятишки. Я его, этот уазик, помню, как он его делал, я, наверное, не знаю, как он, ну, он по всем болотам может проехать, а этот там на речке, я не знаю, как это он заехал. Ну, сейчас, ребятишки, посмотрим. Это на той речке, там, где мы всегда переезжаем через село. Он охотник, там, сейчас сезон на утку, и он поехал на утку охотиться. Ну, и вот, как говорится, поохотился хорошенько, что. Наверное, там уазик полностью залилось. Сейчас мы посмотрим. Я вот на полных уже парах, ребята, мчусь. Как раз хорошо, что я поменял масло в двигателе. Так что отличненько, вот первая уже работа. Так что будем сейчас вытаскивать эту буханочку, посмотрим, вытащит, конечно, этот МТЗ или нет. Хватит ему мощность не вытащить. Он говорит, там ещё под горку. Ну, ребята, если что, у нас, как говорится, есть ещё тяжёлая артиллерия. ХТЗ у нас, ребята, 200 ещё есть, а там уже посмотрим. Так, подъезжаем, включаем, ребятишки, поворотник. Тут надо очень аккуратненько ехать. Очень медленно, потому что тут такие ямы, я просто не знаю, что тут надо как-то делать, засыпывать чем-то. О, вот, наверное, сосед ехал, вот, какой-то цепь потерял или что, ребятишки, я не знаю. Наверное, сейчас её как-то объедем или что. Потерял цепь и, наверное... Это он, ехал, наверное, судой, я бежал речку и решил с другой стороны, наверное, достать или что. Ну, сейчас посмотрим, где он, конечно, тут... Может, его будет уже и тут и видно, где он тут хорошенько застрял. Ну, пока ничего не видно. Сейчас я ему позвоню, так, встану, чтобы в речку не заезжать. Сейчас я ему, ребятишки, позвоню, узнаю, где и что. Так что, вот, мы уже подъехали к речке, сейчас мы узнаем. Узнал я, ребятишки, где он. Он где-то справа. А вон, я, кажется, вижу, что-то уже торчит, какой-то металлическая крыша. Сейчас вы, ребята, увидите УАЗик. У него УАЗик, конечно, заслуживает, чтобы вы лайкосик поставили. Я хочу этот, конечно, УАЗик выкупить у него, но я не знаю, ли он мне продаст, потому что он его строил как бы под себя. Ну, сейчас посмотрим. Так, будем ехать, я не знаю, как, наверное, поедем как-то по речке, или мы не знали, чтобы мы трактор свой не залили, конечно. Ну, сейчас, ребятишки, пробуем как-то проехать возле речки. Хотя у нас Воздухан очень далеко стоит. Ну, думаю, что МТЗУК проедет. Тут, конечно, такие камыши, ребята. Вот, ох ты, шо, как он тут сел, ребятишки. Ну, сейчас мы посмотрим. Встанем. Открываем, ребятишки, двери. И будем сейчас вылазить. О, ого, смотрите, ребята, тут, конечно, хорошо. И лилии уже заплыли, и лилии, эти цветки такие, ребятишки. Сейчас, конечно, мы отсядем. Ух ты, шо, ребятишки. Смотрите, это все в воде, вы представляете? Ё-моё. Ну, руль, это слава богу, что еще крутится. Заводить, конечно, сейчас нет даже смысла, потому что можем сейчас замкнуть. Что потом, ну, он завез, он. Так что, вот так вот, смотрите, ребята, уазик, конечно, конкретно на него сел. Хотя, этот уазик у него очень крепкий. Так что, скатился как-то он на него. Сейчас я, сейчас он мне расскажет, как эта история случилась с ним. Короче, ребятишки, приехал на охоту, поставил на нейтральную, и думал, пока готовил ружье свое, чтобы убить уток, и забыл ручник поставить. И, говорит, пока стрелял, смотрел, говорит, уазик покатился, говорит, и не успел. Пока добежал, говорит, видите, вон двери были там открыты, вот у него. Но, и нажал ручник, говорит, и уже, говорит, смысла нет заводить, потому что сейчас все замкнет, ребята, говорит. И решил, говорит, тебе позвонить, чтобы ты меня вытащил. Ну, ребят, и сейчас будем пробовать. Я думаю, что наш МТЗ как-то вытащит этого, убуханочку эту. Так, что, ребятишки, так, сейчас под гору, вот, вот, вазик уже, ой, какой вазик, МТЗ уже поднимается, ребятишки. Так, 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 сдаем, ребятишки, заднюю. Потихоньку заднюю сдаем. Ну, это мы подправим, конечно. Все, подцепили мы, конечно. О, тихо, 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 тихо. Не ту передачу нажал, ё-моё, ё-моё, ребятишки. Ну, сейчас мы как-то попробуем, попытаемся вытащить. Все, ребята, нажимаем встепление, включаем пониженную и пробуем вытаскивать уазик. Так, давай, 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 понемножечку вытаскиваем, вытаскиваем. Так, надо к этой дорожке, ребята, как-то его вытащить. Надо, чтобы еще вода стекла. Сейчас мы его... Вот так вот, сейчас на дорогу, чтобы он все высохло немножечко. Так, все, ставим. Отцепляем его уазик. Ну, и сейчас пойдем, ребятишки, посмотрим, что где-то тут уазик. Ну, уазик, смотрите, хороший. Вон, ключи у него тут все есть. Даже у него, видите, тут на еще донкрат, лопата есть. Ну, все, отлично, немножко, конечно, он... Хоть бы он не умер, этот уазик. Сейчас мы закроем, ребятишки, двери. Так, закрываем за... Так, передние надо двери закрыть. Ну, и задние закрываем. Да, я не помню, что это такое. О, все, закрылись дверки наши. Ну, что, ребятишки, пробуем завести этот уазик. Думаю, он же домой доедет. О, во-во-во-во-во-во, сейчас он поработает, прогревается он. Пока, ребятишки, он гудит. Так, ребятишки, двери у меня все закрыты. Только водительские двери. Так, по-моему, закрываем эти двери. И всё будет, наверное Сейчас мы поедем к нему домой Наверное, я его довезу Он тут недалеко живёт Я свой трактор оставлю, думаю, что этот трактор мой никто не украдёт Но сейчас как раз покатаемся на вазике Смотрите, ребята, фары у него как бы в принципе работают Немножко запотевшее стекло и фары запотевшие Но это не проблема По салону всё как бы нормально, вся вода стекла Пока ничего не замкнулось Сейчас он говорит, завтра будет всё высушивать Потому что сегодня уже как бы под вечер Вот тут он, ребятишки, недалеко живёт Вот Вот тут его дом Двери мы отставили открытые Потому что надо нам, чтобы проветривать Чтоб всё высохло Ну поставим где-то вазики мы вот здесь Всё, выключаем, ребятишки, свет А, смотрите, ребята, какие у него ещё есть Тоже тут противотуманные Смотрите, какой свет, смотрите, как бьёт Я бы поехал с ним когда-то на охоту Ну, ребята, я хочу эту когда-то машинку выкупить Но там уже посмотрим Всё, выходим и будем бежать К своему МТЗ Потому что сейчас его там разберут или угонят Так что всё, соседу пока А мы, ребята, помчались за нашим трактором И будем уже ехать домой Будем там уже ремонтировать наши севалочки Подготавливать грыб посевной Субтитры создавал DimaTorzok